Привет всем, дорогие друзья! Ну вот, наконец-то и началось! Зимняя распродажа набирает свои обороты, будто снежная буря, а Microsoft Store заполняется просто суперзлачными скидками, с чем мы сейчас вместе с вами и будем убеждаться вместе. И если сделать небольшое лирическое отступление, то я бы хотел сказать, что конкретно эту распродажу я особо не ждал, ибо была суперклассная черная пятница, до этого были также крутые распродажи, и я думал, что зимняя будет, знаете, такая самая простая, самая легенькая распродажа, дабы просто поставить галочку. Но я ошибался, признаю, признаю, мои ожидания были суперзанижены, и сегодня, когда я открыл скидки, я был приятно удивлен. Так что давайте вместе с вами сейчас их переберем и выберем самое лучшее предложение по соотношению цена, качество и финальное впечатление. Поехали, друзья! И первое, что нас встречает, это Battlefield 2042. И на первый взгляд может показаться, что 3684 аргентинских PSO это просто шара небесная. Но стоит перейти внутрь этого предложения, как мы видим, что это версия для Xbox One. И никакой магии новогодней здесь не произошло. Цена для Xbox One версии это в принципе не дешевая, поскольку на Xbox One там упрощенная версия самого Battlefield, там меньше игроков на карте, проще графика и так далее и тому подобное. А вот кросс-ген версия, которая уже актуальна для Xbox Series S и Xbox Series X, стоит все тех же конских денег и особой шары здесь не состоялось. Так что, друзья, пусть EA пока идет в сторонку, мы его пропускаем. Цена не та, которая могла бы нас заинтересовать. И подождем, пока игру пропачат, а там уже, может быть, и цена будет более, так сказать, для нас подходящая. Дальше у нас идет Forza Horizon 5, которая есть в подписке, скидка маленькая, поэтому идем дальше. Far Cry 6, вроде бы и да, но дальше будет куда более сочное предложение. Пропускаем. Rust всегда есть на распродажах, цена плюс-минус всегда одинаковая. Дальше FIFA наверняка сейчас просто вот с замиранием сердца следят за тем, что FIFA 22 на скидках 60%. Цена просто супер вкусная, но есть снова подвох. Переходим в предложение, видим, что это версия для Xbox One. То есть, да, обладатели Xbox One X, Xbox One могут прикупить это издание, они не обломаются, цена действительно неплохая. Но для Xbox Series S и для Xbox Series X там уже есть Next Gen версия, именно которую я вам настоятельно и рекомендую покупать. Так вот, на нее цена будет немножко другая, я бы даже, наверное, сказал, значительно другая, но там скидка тоже есть. Мы до нее еще сегодня доберемся и обсудим. В общем-то, финальная рекомендация. Xbox One покупает, Xbox One X также покупает. Все обладатели нового поколения пока терпят. Терпят до дальнейшего рассмотрения следующей скидки. И дальше у нас снова скидка с подвохом. Call of Duty Vanguard за 3500 аргентинских PS. Снова, наверняка, многие из вас потянулись за своими кредитками и такие, ну все, покупаю колду. Но, опять же, это стандартная версия для консолей предыдущего поколения. Задолбали, вот честно, суют вот эти вот упрощенные версии. Зачем вообще так делать? Мне абсолютно... Ну, то есть, я понимаю, что это делается для заработка денег, но она нам не подходит для консолей нового поколения. Нам нужно покупать кросс-ген бандл, который снова стоит не то, чтобы дешево. И, по сути, у нас вот лобовая скидка, что Battlefield идет по похожей схеме. Опять же, с вот этим вот подвохом версии, что Call of Duty Vanguard. И снова я могу рекомендовать версию для Xbox One. И то для базового Xbox One. Там достаточно халтурная работа была проделана. Игрушка и выглядит, и играется не то, чтобы классно. А вот обладатели Xbox One X могут прикупить себе стандартное издание Call of Duty Vanguard. Ну, а для обладателей next-gen консолей скидка, я бы не сказал, что большая. Так что можно еще подождать. Дальше у нас идет Grand Theft Auto трилогия, которая была абсолютно халтурно собрана, поэтому я ее пропускаю. Дальше у нас идет игра Village Resident Evil, который очень неплох, который претендовал на игру года и на которого очень хорошая цена. Поскольку скидка 50%, 2375 аргентинских PS'ов очень-очень солидно, очень неплохо. Для тех, кто соскучился по таким, знаете, играм синглплеерным, без открытого мира, чтобы была четкая сюжетная линия, чтобы были злодеи, злодейские, и история, и старецкая, чтобы прям захватывало дух, было интересно. Немножко страшно порой, немножко иногда загадочно. Вот для тех Resident Evil The Village, как по мне, просто супер предложение. Цена, как говорится, очень даже приемлема. Идем дальше. Дальше у нас идет игра с большой буквы The Guardians of Galaxy. Всем рекомендую, сейчас прохожу эту замечательную игру. Боевка поначалу мне показалась вот просто супер нелепой, какой-то неощущаемой. То есть ты вроде бы дерешься, а вроде бы ты не ощущаешь ни ударов, ничего. Просто у тебя какая-то анимация на экране происходит. С другой же стороны, сюжет переборол все минусы и даже вот, можно сказать, сверху несколько плюсиков добавил. С боевкой я смирился. В игру играть очень интересно. История просто поглощает с головой. Юмор первоклассный. Всем рекомендую, эта игра, вот если для кого-то нужен ориентир, эта игра похожа на игры от Sony. Только она сделана немножко, немножко, ну кое-где не дошлифована, кое-где боевка не дотягивает. Но в общем плане, есть русская озвучка, играть просто супер интересно. Сюжет затягивает, так что всем настоятельно рекомендую. Дальше у нас идет Back for Blood, игруха, которая есть в подписке. Мне она лично поначалу зашла, но очень быстро наскучила. Поэтому пока пропускаем. Дальше у нас Little Nightmares, вторая часть. Говорят, очень хорошая игра, мои руки никак к ней не доберутся. Хотя я смотрел и обзоры, и летсплей смотрел, и вроде бы нужно пошпилить. Но вот как-то на нее время никак не выделю. Скажу, что скидка на нее не супер большая. Но у игрухи есть оптимизация под XS консоли. Кто прошел уже первую часть, может присмотреться к покупке второй. А дальше у нас идет Assassin's Creed Odyssey, Scarlet Nex, Skull of Duty Black Ops Cold War и Assassin's Creed Valhalla. Лично я бы остановил свой взор конкретно на Assassin's Creed Valhalla. И вот почему. Во-первых, у нас есть выбор. Базовая версия, которая стоит абсолютно вменяемых денег. Я бы даже сказал, это дешево за такую неплохую игруху. И есть самое полное издание, которое за последнее время обросло просто тонной DLC. И по сути перед вами выбор. Если вы такой, знаете, скромный игрок, рядовой игрок, которому достаточно будет просто пройти основную кампанию, насладиться графоном, погрузиться в атмосферу викингов, вам достаточно будет базового издания. Но если вы хотите потратить перед Новым Годом просто тонны часов, перелопатить тонны контента и получить тонну удовольствий, то для вас Ultimate издание, которое также с очень хорошей скидкой. Так что, друзья, есть выбор, как говорится. И скидки действительно неплохие, как и сама игра. Обратите ваше внимание. А дальше у нас и Destiny 2, и Diablo 2, и Nier Replicant есть. Но, к сожалению, все эти игры получили достаточно скромную скидку, и мы их пока пропускаем. А вот что мы не станем ни за что пропускать, так это Biomutant со скидкой 40%. И да, я знаю, что 40% это не 60%, и уж тем более не 75%, но я знаю, что среди моих зрителей очень многие ждали Biomutant по вкусной цене. Так что, почему бы и нет? Кто ждал, 40% достаточно неплохо. Дальше у нас идет Cyberbank, который у меня установлен, поэтому мы в него переходим и смотрим его цену. 1249 аргентинских пэсо. Друзья, опять же, почему бы и нет перед Новым Годом? Это отличный вариант с точки зрения сюжета. Да, игрушка все еще подглючивает, баги никуда не улетучились, но сюжет держит вот прям крепко. Перестрелки в игре также интересные, поэтому моя скромная рекомендация отправляется к покупке Cyberpunk 2077. Дальше у нас идет частый гость последних распродаж Watch Dogs Legion со скидкой 75%. Стоит он недорого 900 аргентинских пэсо, но стоит помнить, что это базовая версия. За Ultimate издание у нас уже цена идет x2 1800 аргентинских пэсо, что в принципе также не особо много, но учитывая тот контент, который попал в Season Pass и в те DLC-шки, которые выходили, я бы не сказал, что это все дело тянет на x2. И если в случае с Assassin's Creed Valhalla я все-таки мог дать одобрение на покупку Ultimate Edition, то в случае с Watch Dogs Legion, как говорится, Ultimate покупать стоит только самым ярым фанатам и любителям серии Watch Dogs. Так что моя рекомендация отправляется конкретно к базовой версии. Дальше у нас идет Star Wars Jedi Fallen Order, скидка 65%. Хорошая игра, вот с любой точки зрения она очень интересная, очень круто смотрится с последними патчами под XS версии и очень приятно играется. Так что в коллекцию можно взять. Что мы не станем пропускать, так это Sekiro Shadow Die Twice, который получил скидку, хоть и не самую большую, 50%, тем не менее 900 аргентинских пэсо, это не та сумма, которую стоит экономить на столь прекрасной игре. Наверное стоит сказать буквально несколько слов, для кого подойдет эта игра. Если вы любитель Dark Souls, Demon's Souls и подобных игр, именно конкретно Souls игр, Sekiro Shadow Die Twice, это игра 100% для вас. Если же вам такой зубодробительный, сложный геймплей не по вкусу, я думаю, что в таком случае вы можете абсолютно со спокойной душой ее пропускать и идти дальше по распродаже. А дальше по распродаже у нас идет It Takes Two. Игра очень хорошая, получила награду игра года, но с другой стороны она также есть в подписке, как и Star Wars Jedi Fallen Order. Так что играть я рекомендую именно по подписке, поскольку в игре слабая реиграбельность, достаточно будет ее пройти один, ну максимум два раза и она вам скорее всего наскучит. Хотя вот эти вот два прохождения будут скорее всего незабываемы. Control Ultimate Edition уже такую скидку получал, 900 аргентинских пэсо, игруха хорошая, как говорится, мой рекомендацион уходит этой игре и цена также очень хорошая. Immortal Phoenix Rising отдается с хорошей скидкой в 67% и 1800 аргентинских пэсо стоит Gold Edition. Здесь у нас снова разветвление, я заметил, Ubisoft любит так делать, X2 на полное издание и там, скажем, половинную цену за стандартное издание. Если в Watch Dogs Legion я рекомендовал покупать базовое издание, то с Immortal Phoenix Rising можно присмотреться и к полному изданию, поскольку игруха получилась такая, знаете, с душой, чего у Ubisoft бывает не слишком часто, но вот здесь душа полностью чувствуется. Так что мой рекомендацион в этом случае уходит именно Gold Edition. Дальше у нас идет трилогия Crisis, которая получила скидку 20%, это не слишком много, поэтому мы пока ее пропускаем. Следующее, что мы не пропускаем, это Cuphead, которая получила скидку 30%, с одной стороны скидка маловато, а с другой стороны 200 аргентинских пэсо за эту замечательную, рисованную, интереснейшую и сложнейшую игру, это просто сущие копейки. Дальше у нас идет Dark Souls 3, который получил скидку в 75% и теперь его цена составляет 425 аргентинских пэсо. Я вам скажу так, дорогие друзья, Dark Souls я играл во все части, первая мне понравилась очень сильно, вторая так-сяк, но все равно прошел, а третья часть навсегда запала в душу, так что я однозначно рекомендую троечку. Но вот Deluxe Edition, как по мне, стоит дороговато, поэтому базовой версии будет, я думаю, достаточно. Следующая игра, к которой я бы осторожно рекомендовал присмотреться, это Dying Light, поскольку скоро выходит сиквел, вторая часть, первая получила неплохую скидку, вот посмотрите, Platinum Edition целых 70%, и хоть не сказать, что теперь она стоит супер дешево, все-таки 1200 аргентинских пэсо, это все еще ценник, тем не менее полное издание со всеми DLC-шками, со всеми допами, можно прикупить и осторожно ознакомиться с классикой. Следующая игра была у меня на стриме, называется она House of the Ashes, получила скидку 33%, по сути, эта скидка ни о чем, мы ее пока пропускаем, но мы все еще вернемся к этой хорошей игре, но уже в составе общего бандла с предыдущими частями. Следующая игра, на которой я хочу остановиться, это, конечно же, нами любимый Mortal Kombat 11 в версии Ultimate, да, друзья, именно в версии Ultimate, поскольку в Game Pass у нас упала базовая версия игры, я рекомендую начинать именно с нее, пройти сюжетную кампанию, подраться в мультиплеере или в синглплеере, и если вы поймете, что эта игруха вас зацепила, то, пожалуйста, Ultimate Edition это ваш выбор, поскольку здесь есть такие колоритные персонажи, дополнительные колоритные персонажи, как Robocop, Terminator, здесь есть целая дополнительная сюжетная кампания, я считаю, что это must have для любителей Mortal Kombat. Mass Effect Legendary Edition получил скидку в 50%, что кажется, с одной стороны, жадновато, не такая уж и большая скидка, а с другой стороны, почему бы нам и не вернуться на космолет Нормандия в период новогодних праздников, ибо мы получаем целых три игры в серии Mass Effect по цене одной, да еще и со скидкой, так что присмотритесь, в принципе, сделка достаточно неплохая. А дальше мы заходим на территорию Assassin's Creed, где есть одно очень неплохое предложение, а именно Assassin's Creed Odyssey со скидкой целых 75%, цена может быть не самая вкусная, все-таки игруха уже достаточно давно вышла, тем не менее, это самое полное алтимативное издание со всеми DLC-шками, со всеми обновлениями, и если вы тот человек, который любит серию Assassin's Creed, или, возможно, коллекционирует все части Assassin's Creed, то для вас это будет очень вкусное предложение, контента здесь хоть отбавляй. Дальше у нас идет Assassin's Creed Origin, и здесь похожая ситуация, у нас вместо, правда, Ultimate Edition идет Gold Edition, раньше это дело так называлось, и также у нас здесь полный набор всего контента. Цена немножко дешевле, поскольку эта игра еще более старая, чем Assassin's Creed Odyssey, это предыдущая часть, она мне, честно говоря, даже больше, чем Odyssey понравилась, но я не являюсь ярым фанатом Assassin's Creed, друзья, вам судить, какая часть стоит этих денег, а какая не стоит. Со своей точки зрения я скажу, чтобы я все-таки взял на 99%, я уверен, что я бы склонился именно к Assassin's Creed Valkala. Здесь у нас территория Call of Duty, выбирайте вот на ваш вкус и цвет, какая часть на вас смотрит, такую можно, в принципе, и купить, поскольку все они идут по хорошей скидке, но если вы хотите мою рекомендацию, то я бы, конечно же, присмотрелся к Call of Duty Modern Warfare 2019 года. По двум причинам, во-первых, это офигенный движок, на котором выполнена эта игра, он и в мультиплеере себя замечательно показал, и компания на нем вышла зрелищная, очень реалистично выглядящая и очень даже неплохая. Так что мой выбор, это, конечно же, Call of Duty 2019 года. Все остальное здесь либо уже достаточно устаревшее, либо все еще дорого стоит. Территория Краша нас настигла, здесь скидки самые стандартные. Кто не играл еще в Краша, я бы рекомендовал взять не трилогию, а именно начать с четвертой части, поскольку она уже сделана с поправкой на современные реалии, то есть там геймплей более интересный, больше проработанных персонажей, больше интересных всяких ситуаций геймплейных возникает, поэтому я бы все-таки рекомендовал начинать именно с четвертой части. Трилогия была хороша, но она была хороша в те бородатые времена. Сейчас в нее не так уж и интересно, и бодро играть, как раньше. А дальше у нас идет Darksiders, как я понял, сборник первой и второй части, с хорошей скидкой в 75% и, опять же, по хорошей цене 100 аргентинских песо. Можно купить как на подарок, кому-то сделать приятное на Новый год, так и себя любимого порадовать. Цена этому будет сопутствовать. Дальше у нас идет Darksiders Genesis. Это тот самый Darksiders, где вид камеры сверху, и игра выполнена в стилистике Diablo-клонов. Даже не в стилистике, а в стиле Diablo-клонов, так будет правильно сказать. 187 аргентинских песо, много это или мало, зависит от того, нравится ли вам такой жанр игр или не нравится. Мне, например, нравится, поэтому я бы дал этой игрухе шанс, но с одной поправочкой. К сожалению, у нее нет патча под Xbox Series S и X, так что графика будет немножко вас приземлять. Но во всем остальном игра получилась неплохая. Дальше у нас идет Darksiders 3 со скидкой 80%. Очень удачная часть Darksiders, именно трешечка. В свое время я в нее поиграл, и мне она очень зашла. Так что тоже можно присмотреться. Ну а дальше я бы хотел выделить, конечно же, Divinity Original Sin со скидкой 60%. Да, игруха подойдет, сразу предупреждаю, не всем, а именно для любителей старых таких игр, по типу олдового Fallout'а, или олдового, что у нас там еще было такого типа Fallout'а, Arcanum, например, неплохой ориентир. То есть это такая старомодная, в хорошем смысле этого слова, RPG'шка, с видом сверху, неспешная, с кучей диалогов. Скидка неплохая на новогодние праздники, то, что доктор прописал. И где-то здесь нам начинает казаться, что распродажа немножко сбавляет обороты, но здесь выходит на сцену он. Far Cry Anthology Bundle. Да, мы вначале встречали Far Cry 6, примерно за такую же сумму, может быть, чуть-чуть дешевле. Здесь у нас 2800 аргентинских PS, но зато 3, 4, 5 и 6 Far Cry. То есть действительно целых 4 части Far Cry практически за ценник 6 части. Я считаю, это просто супер выгодное предложение, от которого много кто будет не в силах отказаться. Давайте перейдем сразу к самому горяченькому. Конечно же, это будет FIFA с версией под XS, то есть оптимизирована под консоли нового поколения. Это один из сюрпризов нынешней распродажи, поскольку скидка целых 40%, игруха достаточно свежая, и цена на нее составляет 3800 аргентинских PS. Что я скажу, дорогие друзья? Конечно же, любителям FIFA наверняка уже не отвертеться от этой скидки, и на Новый год вы однозначно будете залепать в FIFA 22 в лучшем ее виде на новых консолях ваших Xbox Series S и Xbox Series X. Друзья, я вас поздравляю. Цена не сказать, что супершаровая, но скидка неплохая. Дальше у нас идет GTA V, причем в различных изданиях, но честно сказать, я бы остановился на вот этом вот самом дешевом издании, Premium Edition, поскольку есть два ноа, дорогие друзья. Игра не получила FPS Boost, и игра не получит бесплатного обновления. То есть если мы захотим купить GTA V под новое поколение консолей, нам придется снова платить. Так что вот базовая версия за 775 аргентинских PS, это то, что нам нужно, дабы пройти кампанию и побегать в мультиплеере. Все остальное, я считаю, на текущий момент покупать бессмысленно. И вот, наконец-то, мы добрались до Injustice 2. Как по мне, игруха недооценена. Очень она удачная, очень хорошая. Именно вторая часть. Если Injustice 1, это была такая раскачка. Еще проба пера. Если кто не знает, разрабатывают серию Injustice. Те же самые разрабы, которые делают Mortal Kombat. Так что, чуваки, знающие, можете даже не сомневаться. И вторая часть у них получилась просто великолепной. Как и с точки зрения сюжетной части, так и с точки зрения побоищ в мультиплеере, ну или дома на диване. Очень хорошая игра, очень колоритные, красивые персонажи. Их очень удачно перенесли в игровую адаптацию. Так что я рекомендую за полное издание 379 аргентинских PS. Станула округлим 380. Все равно это копейки за такой великолепный сюжетный файтинг. Это просто мое почтение, друзья. Мое почтение. Следующее, на чем мы остановимся, это, конечно же, трилогия Мафии. И, если говорить откровенно, то наиболее для меня, по крайней мере, интересная часть, это, конечно же, первая. Поскольку она была больше всего обновлена. Там и прям и сюжет обновили, и графон обновили. И вот прям хотел бы ее взять. Но 1300 аргентинских PS и 50% скидки как-то дороговато. А вроде бы, если купить все в сборе за 1900 аргентинских PS, вроде бы уже как бы и лучше стоит. Поскольку у нас и первая обновленная часть, и вторая улучшенная, и третья, которая меньше всего была обновлена, тем не менее, в нагрузочку нам идет. Так что трилогия, можно присмотреться. Но я бы, возможно, подождал именно скидку на первую часть Definitive Edition, поскольку она вот самая интересная и самая проработанная. Дальше у нас идут Мстители, пока их пропускаем. Стражи Галактики были уже сегодня. Следующее, на чем мы остановимся, это, конечно же, Mortal Kombat XL. По двум простым причинам. Первая причина Mortal Kombat XL это полное издание с дополнительными персонажами. То есть полностью все вы получаете за цену 200 аргентинских PS. Это весомый аргумент. И вторая причина. В Mortal Kombat XL просто очень классная сюжетная кампания, которая связана с 11 частью. И если вы хотите получить такой общий экспириенс, то, конечно же, вам лучше всего начинать с 10, а еще лучше с 9 части, которая сейчас есть по обратке на наших с вами Xbox. Тогда вы получите целостную историю. То есть 9 пройдете кампанию, затем 10, потом 11. Это будет просто класснецкий. Ну и, конечно же, в конце списка спрятан был Red Dead Redemption 2. Причем, посмотрите, какой широчайший выбор версий. Но, честно сказать, я бы все-таки склонил голову в сторону Ultimate Edition, поскольку он стоит не намного больше, чем базовое издание. Тем не менее, здесь есть всякие дополнительные плюхи. Ну и, как я уже говорил ранее, цена не слишком отличается. С другой же стороны, друзья, стоит помнить, что RDR 2 работает по обратке. Выглядит не то, чтобы супер на Xbox Series S. И на текущий момент про патч под новые консоли пока нет никакой информации. Будет он бесплатный, будет он платный. Может быть, будет новая версия игры, которая будет продаваться отдельно. Игра классная, очень стоящая, очень интересная. Сюжетка вообще персик. Но вот с патчем получилась небольшая лажа. Было бы круто, если бы хотя бы FPS Boost завезли. Мне бы было этого просто предостаточно. Но пока, пока не завезли. Ну а дальше у нас начинается зона Resident Evil. Причем скидки здесь также значительные. Но лично я бы присмотрелся либо к третьей части, либо ко второй. Поскольку стоит помнить, что это ремейки. Это не оригинал. Это именно ремейки. И работа в них была проделана просто колоссальная. Игрушки выглядят и играются современно. Также в них очень интересная сюжетная кампания. И, в общем-то, это очень хорошее вкусное предложение. Хоть на троечку цена все еще немножко покусывается. Но двоечку можно просто смело брать и проходить. Перед Новым годом гарантирую вам массу крутых эмоций. Так, с резиками мы ознакомились. Листаем ниже. В первый раз, когда пролистывал, увидел Sims 4. Думаю, нет, уже ничего хорошего не будет. Плохой предвестник. Но кое-что еще есть. Причем такие значимые-значимые подгоны. Например, Taken 7, Definitive Edition. Именно то издание, которое недавно появилось. Еще старая цена 5400 аргентинских пэсов. То есть это достаточно дорогое издание, которое включает в себя весь контент, который только выходил по седьмому Taken. И сейчас скидка целых 75%. Так что всем тем, кто любит именно меститься не в Mortal Kombat, а в Taken, стоит приглядеться прям-таки однозначно. Ну и это еще не все, дорогие друзья. Здесь есть один просто супер-мега-хит. Это Dark Pictures. Сразу три части за 2000 аргентинских пэсов. Даже включая House of Ashes. Это относительно новая игра. Вот это вот дело для вечеринок, для новогодних посиделок с компанией будет просто бомба. Если кто не знает, это такие интерактивные хоррор-фильмы, где можно играть компанией, передавая геймпад по кругу. Просто the best. Это будет офигенный экспириенс новогодний. Конечно же, у нас здесь есть The Division, Ultimate Edition, вторая часть. Конечно же, где-то здесь Ведьмак есть, полное издание, которое стоит сущие копейки. Вот оно, 112 аргентинских пэсов. Практически ничего не стоит. И в это издание входит два больших DLC для Ведьмака. Это Каменные Сердца и Кровь и Вино. Так что за такую сумму обязательно нужно брать. Ну что, дорогие друзья, вот наконец-то мы и добрались до самого низа списка с распродажей. И если суммировать все вышесказанное, то хочу отметить, что распродажа получилась очень даже неплохая, хоть и не без огорчений. К огорчениям я бы отнес, конечно же, ценник на последнюю Call of Duty. Все-таки очень слабо они понизили цену, учитывая того, что игруха получилась не самая лучшая, могли бы и немножко еще подсбавить. То же самое касается, конечно же, и последнего Battlefield. Ну а по всему остальному я считаю очень даже круто. Так что, друзья, если у кого проблемы с покупкой игр через регион Аргентина, или если кто-то проживает, например, на территории России, пишите мне, ссылочка будет в описании, или Саня, моему хорошему товарищу, и по совместительству администратору. Мы, конечно же, вам поможем совершить покупки за небольшую надбавку. И, дорогие друзья, на этой шикарной ноте я предлагаю прощаться, но не навсегда. Подходите сюда, я вас обниму. И до новых встреч, друзья! Пока-пока!